По информации посольства Узбекистана в США, наша делегация во главе с председателем сенатолием Аджлиса Танзилой Нарбаевой провела ряд встреч и переговоров с официальными кругами Соединенных Штатов с целью обсуждения перспектив межпарламентского сотрудничества, прогресса в области искоренения в нашей стране детского и принудительного труда, обеспечения гендерного равенства в нашем обществе и продвижения прав трудящихся. В ходе встречи руководителям Кокуса по Узбекистану в Конгрессе США, конгрессменам-демократам Висенте Гонсалес и конгрессменам-республиканцам Трентом Келли отмечено коренное реформирование хлопковой отрасли в республике, начатое Шавкатой Мерзиёевым 6 лет назад. И оно уже дает свои плоды, создавая небывалые условия для выхода продукции легковой промышленности Узбекистана на мировые рынки, включая США. Говоря о перспективах узбекско-американского партнерства, конгрессмены сообщили, что Соединенные Штаты изыскивают все возможности для улучшения сотрудничества в области экономики и торговли, а также привержены продолжению многоплановой кооперации в деле обеспечения безопасности как в Узбекистане, так и во всем регионе Центральной Азии. Кроме того, узбекская делегация также провела переговоры с советником президента Джо Байдена по Центральной Азии Эриком Грином. Стороны отметили высокую интенсификацию и повышение эффективности политических контактов между Узбекистаном и США, а также расширение торгово-экономических и инвестиционных отношений. В свою очередь, директор Офиса по глобальным делам женщин Госдепартамента Катрина Фатоват также подтвердила, что США намерены продолжить поддерживать усилия Узбекистана в реализации гендерной политики. Она отметила возможности имплементации проектов, направленных на поддержку женского предпринимательства, особенно в сельской местности. В ходе встречи с заместителем государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея, стороны обсудили предпринятые в стране правовые и институциональные меры по прекращению принудительного труда, предупреждению и пресечению торговли людьми, реформе сельского хозяйства, взаимодействию в данном направлении с международными структурами и институтами гражданского общества. Заместитель госсекретаря высоко оценила усилия Узбекистана по искоренению принудительного труда в стране, отметив, что за сравнительно короткий период Узбекистан достиг невероятного прогресса. Узбекская делегация также провела встречу с заместителем министра труда США Те Али, в ходе которой были обсуждены совместные программы в области совершенствования системы трудовых отношений при соблюдении прав человека, обеспечении занятости населения, а также создание достойных условий труда. Те Али признала, что за прошедшие годы Узбекистан достиг значимого прогресса в сфере ликвидации принудительного труда и приветствовала планы республики по продолжению реализации совместных смот программ по достойному труду и так называемых трехсторонних механизмов взаимодействия. В рамках пребывания узбекской делегации также были проведены переговоры с заместителем торгового представителя США Кристофером Уилсоном. По словам Уилсона, Соединенные Штаты привержены поддержке усилий Узбекистана по вступлению в ВТО, признавая сложность данного процесса. Кристофер Уилсон подчеркнул о неизменной поддержке американской стороны в данном вопросе. Кроме того, заместитель торгового представителя также подчеркнул, что USTR заинтересованы в дальнейшем расширении взаимодействия с Узбекистаном в продвижении общих приоритетов, рамочного соглашения по торговле и инвестициям между странами Центральной Азии и США. По итогам переговоров, стороны выразили взаимную приверженность дальнейшему развитию и расширению многопланового торгово-экономического партнерства. Визит делегаций Узбекистана в США продолжается. Продолжение следует...